Белая ярость Мауч Воменко совсем другое отношение к жизни. Он удары жизни получает, когда тебя бьет, колотит, когда не складывается, когда все против тебя. От этого поднимаешь лицо и говоришь, давай еще, ну еще, еще. И вот это он называл черным восторгом. Вот два этих противоречивых начала, эти лед и пламень, они в этой книге встретились. И, конечно, помимо невероятной разницы, полярной разницы в этих личностях, есть и очень важное метафизическое общее. Любую свою работу, каждый из них, каждый шаг в этой работе, человек начинал абсолютно заново, рождает для себя и процессы, и метод другу в твоей жизни или помогает. Когда ты очень сильно на съемочной площадке устаешь от многолюдства и прячешься от Али Харецки дома, то ты и пишешь. Эти процессы по-другому помогают друг другу или мешают друг другу, не дают жить. А вот снять кино, наверное, нужно гораздо больше средств и возможностей. Это знают многие, да, здесь присутствующие кинорежиссеры. Пойди с ними. И, наверное, да, это было совсем тоскливо и перехватывало горло от того, что это все не настоящее, это неправильно, это не так, это должно быть совершенно иначе. Я позвонил очень хорошим человеком с легкой рукой, Леонид Генрихович Зорин, замечательный драматург, поэт, писатель и так далее. И уже вот такой патриарх и мастодонт Леонид Зорин. Мы все видели Покровские ворота и так далее. Я сказал, Леонид Генрихович, я больше не могу, сказал я ему, как самому старшему из моих знакомых. Он говорит, Леша, ну вы же можете писать, что вы мучаетесь в этом кинопроизводстве, вы же можете писать. И я понял, это просто спасение такое. Ты там прожил как-то неумелый и неуклюжий, пришел домой и написал красиво, шел ровно, выглядел прилично, вел себя хорошо. Все исправил на бумаге. На следующий день пошел опять, что-то настрачил виток жизни, а домой пришел, сказал, нет, все-таки, вот, Господи, будешь читать, вот, читай, вот, вот здесь читай, здесь все правильно. Это написано, как было на самом деле. Изменение истории. Я снаюсь в педагоге, научился в литературе и пошел туда, чтобы не идти в армию. Мама сказала, быстро иди в институт, потому что не взяли в артиста в очередной раз, иначе пойдешь в армию. Я пошел в институт, там меня учили читать книжки. Потом я понял, что эта скука чудовищная была огромным счастьем, когда поступил на режиссу, потому что там и не успевал читать книжки, и видел грамотное преимущество в том, что ты понимаешь хотя бы как тексты с текстами дружно, с собой рисовиваться и прочее, прочее. Вот. И режиссура стала помогать, эта профессия, это ремесло, этот образ приложения своих сил. Стал помогать читать и понимать тексты. А тексты стали помогать разбираться поточнее. Вот такая диффузия. Просто здесь очень много слов, потому что здесь все благодарности, которые одни, а другие спотыкаются. Книгу я не очень верил, что она когда-нибудь будет издана, и писалась она в основном для себя, про себя и для своих друзей. Зачем я ее написал? Меня никто не спросил, а я отвечу. Чтобы маме было какие тексты набирать, потому что мама очень любит печатные печатные машинки. Вот. А когда закончились папины дневники, я стал писать ей свои, потому что этот процесс не должен был прерываться. Я вырос по стоп-течакам на машинке. Мама это делала, конечно, уже на компьютере. И книга маме посвящена, потому что здесь нет ни одной буквы, ни напечатанной много. А дальше, когда стало понятно, что может не быть фотографий, стали думать, а чем развлекать-то людей. Ну, невозможно читать 440 тексты. Невыносимый, значит, чтобы книжка была с картинками и не такая, какая-то серьезная. Нужно было как-то ее сделать объемнее, воздушнее. И сюда вошло 260 Боринах рисунков. 260 вошло. Около полутора-двух тысяч не вошло. Это работа, которую человек провел за полтора-два месяца, за несколько встреч в питерских кафе. Все отрисовывалось ручкой, быстро, эскизами, потом дорабатывалось. Это грандиозная, не просто работа, не просто труд, а невероятно дорогое, важное для меня человеческое участие, дружеское участие Бориса, который сделал, который эту книгу построил. Он ей дал визуальную форму. Он был замечательными, совершенно легкими рисунками. Я хочу представить вам Борису Першанскому. Будь добрый календарь, пожалуйста. Я думаю, если иногда просто были фразы чуть левее, прямее, глаз не тут. И вот эта легкость, с которой возникали рисунки, она меня делала счастливым. Я, наконец-то, оторвался от компьютера, за которым в последнее время делаю все, и эскизы, и даже эскизы для кино. И, тем более, было бы неожиданность для меня, и даже некоторым недоверием, если бы он сразу принимался. Все оттачивалось. И вот эта работа с автором, когда мы сидели в кафе, и книга просто передо мной читалась какими-то яркими цитатами. Во-первых, все, что в этой книге написано, это действительно недавнее прошлое. Отец Алексея, Евгений Зло, от рисунков. И действительно трудно себе представить книгу о двух художниках, великих и мощных, о Германии и Афаненко, без тех рисунков, которые возникали при этих рассказах о них и ассоциациях, которые тут же рождались. Благодарю, Алексей, за вторую книжку в нашей жизни. Надеюсь на третью и далее бесконечно. Мы обязательно сделаем выставку со всеми рисунками Борисова, преследующих. Сейчас у нас сегодня репетиция генеральная. У нас, как в театре говорят, прогон на Павру Ману. Я не могу предложить вам поворот этого магического кристалла таким образом, что все, что было смешно и натужно, ты вообще будешь про маги, иногда просто про работу, про продукцию. И как интересно мне бороться за заветелся, когда прешь на него, когда составляешь его, тянусь со всеми. Тебе в центре курии. Петр Наумович представляет труппу. И вот эти крупные планы, это каждый раз он кого-то зовет и рассказывает о своем актере, но запись вся такая неровная, и вот только крупные планы мы эти оставили, а я оставил эти крупные планы. И о тех словах, о тех словах, которые он сказал на этой встрече, я позволю себе единственный кусочек прочитать. Огромное достоинство книги в том, что у нее есть оглавление. На этом настояло издательство. Сказали, Алексей, у книги должно быть оглавление. Я еще говорю, Алексей, подойди к монитору, пожалуйста. Вот сейчас мы снимем этот кадр. Вот просто взгляните на секундочку. Он посылает меня куда подальше за то, что я ему советы даю, где ему находиться в этот момент. Но тем не менее, я рискую жизнью настаиваю. Говорю, посмотрите в монитор. В мониторе крупным планом сапоги. Владимира Рубанова, идущего по грязи и принимающего мальчика. Вот полтора часа репетировали в кадре сапоги. Дальше быстро сняли один дубль, отпустили артиста. Просили другие сапоги, сняли еще 19 дублей уже с обычным каскадером, в котором ничего не надо. И просто с другим человеком. И вот было размышление не по этому поводу, а мы размышляли о малом круге. Потому что Герман как раз и говорил, что не надо ничего играть, не надо играть в никаком состоянии, не надо играть в эмоции, не надо вот это, надо вот просто почесаться, просто вот что-то такое сделать. Музыка, потом его сняли. Началась счастливая пора. Театры передали во владение директорам. Канула эпоха главрежий, все стало определять не художественные программы и профессии, а политика и деньги. И кино тоже. Так что оказаться на этих съемках стало для Володи большим подспорьем и в материальном плане, и в моральном. Герман держал последний форпост главенства режиссуры в кино. Я тогда много театров повидал, дальше я расскажу, как я много повидал, и как было жалко всех артистов, оказавшихся в несчастном положении, когда бьют режиссеры, директора командуют. И приехал в Москву на банкет в мастерскую Петра Фоменко. Там тоже предстояло отбирать актеров. Что-то там, в тихо разных, пренебрегающих презренной пользой. Знаешь, Леша, Герман прав. Малый круг, все решает. Нас остались единицы. И кажется, идти уже некуда. Но надо держаться. Надо держаться малым кругом, спасательным малым кругом. Такая иллюстрация из книги к Петру Наумычу. К тому, что он говорил. Борис Петрушанского уже отпустили, но отпустили... Боря, это где? Боря, это подарки я забыл совсем. Вот, смотрю. Это Ира приобрела в Литве яблок. Боря, возьми, пожалуйста. А второе... У нас есть прекрасный друг Сережи Труксов. Довольно-таки непросто. Хочу вам подарить слова Бориса Пастернака. В одной из своих статей он написал, что для него каждая книга – это трехмерный кусок горячей, дымящейся совести. Вот, в некотором смысле, и для нас эта книга стала таковой, потому что, ну, вы видите, насколько... Вы знаете, насколько эмоционально Алексей не для того, чтобы прочитать и оставить. То есть, это книга, которую хочется перечитывать, перечитывать отдельные ее фрагменты. И тем она настоящая. Еще раз поздравляю. Спасибо большое. И надеюсь, что действительно, может быть, удастся продолжить. Обязательно. Спасибо. Это, пожалуйста, гнездором. Спасибо большое. Фотографии, какие-то кусочки видео с тех гастролей от гнезда. И кусочки прозы Алешины. И вдруг я сразу написал, как это здорово написано, как это мне нравится. Вот так вот я скажу доброе слово, он мне в ответ скажет доброе слово. Подружились. Ну да, да, да. Как кукушка и петлю. Мне эта проза очень понравилась, потому что это не просто были такие заметки о режиссерах, о методах их работы. Это просто очень хороший русский язык. Мимо чего я не могу пройти ни в жизни, ни в работе. Это очень хороший русский язык. Поэтому я настоятельно рекомендую всем на съемочной площадке в таких ситуациях, может проститься с профессией, потерять дружбу с режиссером или с артистом. Это чрезвычайно трудно, конфликтно, тяжело бывает. Потому что принципиальность, с которой, скажем, Герман работал над картиной «Трудно быть Богом», она была невыносимой для окружающих. Но большинство этих окружающих, годами терпя невыносимый характер, невыносимые методы работы, античеловечное, как бы античеловечное общение твоего великого художника, все-таки работали с ним, потому что понимали, что это, для чего это делается. И это можно увидеть уже в самой... Чаще всего это гигантский труд, который захватывает человека полностью. Этому труду все посвящено, этому труду приносятся к жертву даже человеческие отношения. И вот то, что художники в массе своей понимают, что ради чего это делается, ради чего это делается, вот это, конечно, дорогого стоит. И вот это... Ну вот я хотел сказать, сказал, все. Пусть он сам говорит дальше. Важно понять, когда все устали. Отцов в объятия неизбежной встречи, и он возьмет меня на плечи, мы уйдем к концу концов. Спасибо. Давайте объединить Лёшу, 15-90, задавайте свои вопросы. Я это прочитаю. Вячеслав Сародин, режиссер, друг. А вот Кирилл Черноземов только что мелькнул. Сережа что узнал? Конечно. Конечно. Которые возникали перед Нимой. И это было на твоих глазах. И это является чрезвычайно целебным. И есть еще хорошее слово... Но слово не могу сейчас подобрать. Знаю, оно не выскочило. То, что идет в рост в тебе в самом. Животворно. И вот эта животворность при наличии глубоко индивидуального внутреннего вместе с тем легко сообщалась тем, кто хотел, кто смотрел, кто чувствовал и видел его внутренний мир, его душу. Негромко, но всегда открыто. И для меня это... Я многими ему обязанны. Я его... Любил и люблю. Я это сказал вам потому, что... Подводя итог, поскольку я срочно должен... до того, что это как мы устали. Потому что... Мне кажется... А может быть и не кажется, я только чувствую... Я не читал твои книги, мой дорогой. Но хочу сказать, что я уверен в том, что название у меня правильное, верное, точное. Светлого памяти, Читая хранительства Господня. Успехов тебе! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Давайте все и говорите тогда, кто еще. Или так, хорошо. Ванечка, ну, поговори тогда два слова, я сейчас забыл, что ли. Ну, вот сейчас... Дальше-то все очень просто. Дальше можно... Что, что, что... Да, я просто, что-то пока слова... А ты не угодишь, нет? Все довольно просто. Вот в этом году фестиваль Артокраина устроил такой... Эксперимент. И посвятил в программу свою литературу. Ну, поскольку год литературы, а следующий год год Шекспира. Понимаете, в чем дело? Артистам и зрителям, либо читателям в нашем камерном пространстве не существует преграды, не существует этой знаменитой, на мой взгляд, гениальной ошибки Куслим Сергеевичем под названием «Четвертая стена». Потому что в этом камерном пространстве общение, вот буквально, можно дотронуться до человека взглядом, всей своей сенсорной системой можно прикоснуться к человеку и к тому, что он делал. И точно так же художник-артист может прикоснуться к зрительному залу. Общение напоминает ту или иную форму близости, родственной близости, объятия, поцелуй, рукопожатия и так далее. И вот кто-то сказал, я не помню кто, что любое творчество это некий текст, который может быть произнесен голосом, может быть пропеткой, он может быть протанцован, этот текст, или выражен пластикой, так или иначе, но это текст, это какие-то буквы и слова, которыми люди общаются друг с другом. И поэтому здесь не идет речь о вторичности театра по отношению к литературе или о заказной, сценической литературе, которая заказывает театр своим драматургом. Нет, это все язык общения между людьми. И чем более это язык прямой, доверительный, искренний, тем чище, не знаю, лучшее время, но чище в каком-то смысле получается произведение искусства. Конечное произведение искусства, которое возникает от взаимодействия, от встречи этих человеческих способов говорить. Вот, мне кажется, эксперимент чрезвычайно удачный. Посмотрим, может быть, в следующем году фестиваль воспользуется какими-то другими языками. так случилось, что через книгу я познакомилась с Алексеем и Ириной. И они тоже стали частью меня. Я открываю фейсбук, нахожу страницы. Книга первая лежит у меня всегда рядом. Я иногда не перелистываю ее, а просто беру ее, вот так беру руками, потому что в ней есть та энергетика, которая вобрала в себя злобенно старшего. переживания, переживания, мошенни и так далее. И я очень рада, что существует не только сын Евгения Павловича, но и существует сын и Алексей Евгеньевич. В прошлом книге выносила посвящение посвящается Жене, это было Евгению Павловичу и Евгению Алексеевичу. Ура, прекрасно. Ну, Саша Семин, наше счастье. Да, это правда. Я почему и говорю, что действительно хлеб посвящен не зря сыну. То есть, все в этом мире как-то с трудом было наличие, когда есть человеческие отношения. Спасибо большое. Спасибо, Саша. Это не лук, да? А ручка есть? Привет огромной вам. Спасибо, Саша. Счастливо. Спасибо. 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 Спасибо.